Оружие 9. То самое, которое когда-то можно было получить только играя в сложную пвп активность, испытание 9, которая была попыткой заменить испытание осириса и провалилась. Теперь может получить каждый за прохождение далеко не самого сложного подземелья, однако одного из самых красивых, тут уж не отнять. С сезоном исчезновения оружие стало падать на разных его этапах. Мы уже постили таблицу с лутом в нашей группе, по ней вы можете понять на каком этапе какая пушка падает, и в принципе вам ничего не мешает фармить один и тот же этап, если нужен конкретный ствол. Скажем, револьвер или снайперку фармить проще всего, ведь убить первого босса легче легкого, но можно фармить финального босса Кела, если вам нужна, скажем, импульсная винтовка. Ну а в этом видео я отвечу на вопрос, какое оружие стоит того, чтобы его фармить вообще, и какие перки лучше искать на каждом из этих оружий. Но сначала небольшое сообщение от спонсора этого видео, игры Хроники Хаоса. Вот давай бери свой смартфон и сканируй этот код для быстрой загрузки игры, ведь Хроники Хаоса это яркая онлайн экшен РПГ, которая всегда с тобой. Бывает же такой момент, когда хочется просто расслабиться и поиграть во что-то человое, но интересное. А тут есть для этого все необходимое, и более 130 заданий для прохождения кампании, и множество ПВП режимов, и конечно, огромное количество новых героев и горы лута. Кроме того, тут часто проводятся ивенты и регулярные обновления. Ты можешь даже объединяться с другими игроками онлайн или сражаться с ними. У Хроник Хаоса есть две версии, мобильная и веб-версия. И самое главное, это абсолютно бесплатно. Выбери, как тебе удобнее начать играть и стань героем Хроник Хаоса. Зайди в игру прямо сейчас и получи супер сундук с секретным героем. Сканируй этот QR-код или скачивай игру по моей ссылке под видео и увидимся в игре. Давайте не будем заставлять 9 ждать. Снайперская винтовка, долгая прогулка. Солнечный урон. Она может выпасть вам на первом этапе за убийство босса Фаланга. Для ПВЕ я бы советовал ролл из перков Гофрированный ствол, Увеличенный магазин, Обойма сюрприз и Линия огня. Ну или переполнение в последней колонке. С таким роллом снайперка неплохо справится с уроном по сильным противникам. Хотя, как я уже рассказывал, сейчас в мете плазменные и линейно-плазменные винтовки. Когда-то нам стоит ожидать и повального превосходства снайперок, может быть. Так что, на тот случай, стоит иметь долгую прогулку в виду. Для ПВП в последней колонке я бы советовал Убийственный вихрь и Быстрый прицел. Револьвер правосудия. Кинетический, первый слот. Скорострельность 140, что делает его довольно интересным. Особенно для тех, кто до сих пор от чего-то не выбил вершитель Рока из рейда Хрустальный чертог. В качестве перков для ПВЕ я бы советовал Перекрестный огонь, увеличенный магазин, диверсант и задержка взрыва. Для ПВП высокоточные припасы, стрельба в скольжении и первый выстрел. Правда, неплохой револьвер. На мой вкус переплюнуть его может только как раз рейдовый револьвер, о котором я упоминал. Так что его точно стоит фармить, вне зависимости от того, в каком режиме вы чаще играете. ПВЕ или ПВП. Автомат последний вздох, который может упасть тебе уже на этапе с многогранником. Тоже в кинетический слот со скорострельностью 600 выстрелов в минуту. Обычно я бы тут начал историю о том, что автоматы не особо играют и нам не дает текущий баланс игры с ними играть. Мол, слабые они, хоть в ПВП, хоть в ПВЕ. Но в текущем сезоне с автоматами играть приходится, лишь потому что только они способны снять щит с барьерных воителей. А значит, что весь эндгейм контент, вроде рейдов, мастер налетов или охоты, будет проходиться как минимум с одним автоматом в команде. Учитывая это, могу советовать на автомат следующие перки. Зауженный ствол, рикошетные патроны, диверсант или жизнеобеспечение и безумие в последний слот. Нет, это не лучший автомат, но все же лично я предпочел бы выбрать этот или другой автомат в кинетический слот, а во второй ставить плазменную винтовку. Она понадобится для дебафа на урон, о чем я уже делал отдельное видео, и к тому же на нее в этом сезоне можно поставить второй вариант модов против неудержимых воителей из артефакта. Кстати про моды на неудержимых воителей. В этом сезоне мод на них доступен и на пистолетах. Да, мягко говоря, не самый любимый тип оружия в сообществе, но все же. На том же этапе подземелья, на многограннике, тебе может упасть и пистолет, быстрый вердикт. Не буду делать вид, что мне или кому-то еще есть дело до этого энергетического пистолета, так что быстрый вердикт по быстрому вердикту. САС дистанция, увеличенный магазин, убийственный вихрь и киллерский магазин. Все, проехали. У нас осталось разобрать дробовик и импульсную винтовку. И давайте винтовку оставим на сладкое. Дробовик внезапная смерть, агрессивная рама, электрический урон. А мы помним, как занизили эффективность агрессивной рамы в пвп. Так что особо нахваливать не приходится. В пве берем зауженный ствол, штурмовой магазин, излишки и двойной удар. Да, приходится советовать излишки. Вообще мало хорошего можно сказать про этот дробовик. Я бы оставил его с перком двойной удар, только потому что с этим перком теперь титаны решают вопросики по урону в средней солнечной ветке. Но очевидно, что этот тоже скоро починят. И тогда сильных сторон у дробовика не останется совсем. Так что я не могу его советовать на долгосрочной перспективе. Ну и финалочка. Импульсная винтовка темный час. Пульса во второй слот с электрическим уроном. 540 выстрелов в минуту. Между прочим, не больше не меньше, а одна из самых лучших легендарных импульсок в этом сезоне. На аренах горнила, пока вот я катал железное знамя, я ее встречал довольно часто. Не реже револьверов уж точно. Для пвп ролла собираем зауженный ствол, рикошетные патроны, быстрое извлечение и полоса удач в последней ячейке. Для пве я бы поменял магазин на расширенный и в предпоследней колонке оставил переполнение или жизнеобеспечение. Достать эту пушку можно только из финального сундука, который будет ждать вас около посланницы. Так что советую взять сейв на финального босса и фармить эту пульсу. Плюс с самого босса могут упасть неплохие шмотки. Так что напрасным забеги точно не будут. Ну а о том, как быстрее убить босса и как быстрее собственно все фармить, я уже рассказывал в недавнем видео. Зацените, если пропустили. Что ж, надеюсь ты выбрал оружие, которое будешь фармить в откровении и тебе было полезно это видео. А на этом пока все. Спасибо за просмотр и за подписку. Удачи! Продолжение следует...